24 педагога-победителя из 8 федеральных округов страны. Всех их по традиции уже шестой год тепло принимают в Москве, в Доме Российского Исторического Общества. Учителей наградили по итогам всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе. Традиции. Инновации». В этом году на конкурс, традиционно организованный фондом «История Отечества», было подано в общей сложности 700 заявок. Именно история, как наука говорили на церемонии награждения, помогает в будущем сформировать личность ребенка как гражданина своей страны. Именно в школе закладываются основы исторической грамотности, прививается интерес к изучению прошлого нашего Великого Отечества и формируются такие важные качества, как патриотизм, гражданственность и чувство Родины. И в решении вот этой большой и важной государственной задачи, конечно, огромная роль принадлежит учителю истории. Главная цель конкурса – поддержка талантливых учителей России. Ведь очень важно, чтобы педагог сумел пробудить у учащихся интерес к науке, использовал современные методики работы, мог доступно объяснять трудные вопросы истории. Уровень преподавания истории не просто должен расти. Исторические события – это ведь та единая нить, которая формирует прежде всего воспитание человека в школе. И количество предметов истории, подход к преподаванию истории – это то, что, собственно, и формирует ту самую нитку воспитательной работы, которая делает человека человеком. Принять участие в конкурсе могли учителя истории из общеобразовательных учреждений с педагогическим стажем не менее трех лет. По условиям конкурсанты должны были представить запись своего открытого урока. Надо на уроках больше эмоций, больше эмоций, больше страсти. И тогда детей можно без проблем увлечь любой абсолютной темой и сделать из нее предмет воспитания гражданственности и патриотизма. Придумал те методики, которые его приблизят к истории. Ушла от каких-то завышенных требований и спустилась вниз, наверное, вот так сказать. Затем стала более активнее участвовать с детьми в конкурсах, стала больше публиковаться, хотя раньше, например, это меня как бы не особо привлекало. Все победители получили памятные награды и денежные премии. 260 тысяч за первое место, 215 за второе и 180 за третье. У нас было очень много заявок в этом году. Они позволяют нам проследить не только уровень подготовки учителей, но позволяют и понять, какие темы исторические находятся сегодня, так сказать, на авансцене современных представлений. Кроме того, на встрече подвели итоги еще одного конкурса исследовательских работ «Школьников. История семьи. История Отечества». В нем приняли участие 210 школьников из 59 регионов России. Финалистами стали трое учащихся. Служба информации Фонда История Отечества.